Как добиться снижения преступности? Сегодня этим вопросом задались участники расширенного заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в округе. Особая роль отведена профилактике. По мнению собравшихся, упор необходимо сделать на предупреждение о совершении тяжких и особо тяжких деяний. С начала года сотрудники полиции и следственного отдела города Лабытнанги зарегистрировали без малого сотню преступлений данной категории. Светлана Кель продолжит. Видеосвязь объединила все муниципальные образования Ямала. Территории разные, а вот вопросы общие, направленные на борьбу с правонарушениями. В целом, в регионе ситуация с преступностью под контролем, отметили участники заседания. В частности, есть направление, по которым было бы не лишним усилить позиции. Если все-таки говорить о преступлениях в быту, которые совершаются на личной почве, то все мы говорим о том, что всему враг алкоголь. Большинство преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения. Люди в этом состоянии себя совсем не контролируют. После совершения преступления, приходя в сознание, понимают, что натворили. Поэтому, в принципе, у нас все преступления, которые совершены тяжкие, они раскрыты. Люди все установлены. Проводятся мероприятия. С этой целью, для того, чтобы профилактировать такие преступления, на постоянной основе, совместно с администрацией, общественными формированиями, органы внутренних дел, проводятся профилактические мероприятия, в том числе по местам по продаже алкоголя, а также работа с нашими условниками и профучетниками. В Лабытнанге в рейтинг криминогенно неблагоприятных муниципальных образований по Ямалу не попал. Тем не менее, работы силовикам хватает. С начала года полицейскими зарегистрировано три сотни преступлений, больше половины из них раскрыто. Не так давно лабытнанские сыщики поставили точку в уголовном деле по факту кражи. Местом преступления стало городское кладбище, а вот предметом хищения – металлические ограждения с могил. На человеческом горе пытался нажиться сотрудник похоронного бюро. Он надеялся о том, что данное преступление не будет выявлено, потому что металлическое ограждение с могил он похищал, старался выбрать те, за которыми никто не ухаживает. А как по его мнению, он считал, что эти могилы заброшены, и лица, которые, ну, получается, родственники того лица, который был захоронен, не приходят на кладбище, и, в соответствии, они не смогут обнаружить данное хищение. План расхитителя мест захоронений потерпел провал. Преступника задержали. Сыщики предъявили ему обвинение в двух кражах. Как выяснилось, покупателей на могильной оградке злоумышленник искал недолго. Жертв преступных сделок он находил на месте своей работы. Заинтересовывал их заниженной стоимостью ритуальных изделий. Так как он работал на территории данного нового кладбища, к нему подходили граждане и интересовались у него, ну, то есть вообще имеется ли в продаже данные металлические ограждения. Действительно, сама администрация кладбища занимается продажей этих металлических ограждений, они их изготавливают, продают все официально. Но он, получается, минуя организацию, похищал эти металлические ограждения и продавал как бы от себя. Дело кладбищенского вора было передано в суд. За свой безрассудный поступок, противоречащий не только людским законам, но и мирским, гражданин понес уголовное наказание. Кстати, из общего числа зарегистрированных преступлений четверть это кражи. Поймать за руку каждого преступника невозможно. Однако сотрудники полиции постараются этот показатель снизить. В помощь им придет все та же самая профилактика. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное».